Расслабьтесь, выдохните. Следующая тема. Очень интересная. Что интересно? А медицина это вообще самое интересное. Вот интереснее медицины, ну я не знаю, может быть только футбол, наверное. На этой трепетке. Значит, воспалительные заболевания. Мы говорим все время, воспаление там, инфекция там. То есть все воспаления, все воспаления делятся ровно на три части. Ровно. Их не будет 20 частей, их не будет 30 частей. Ну, скажем так, условно можно к ним еще паразитов немножечко присоединить. Вот сейчас мы посмотрим. Значит, первое, что вызывает у нас в организме воспаление. Первое. Это вирусы. Вирусы. Попадая в наш организм, они вызывают у нас воспаление. В любом органе. Это может быть герпетическое воспаление, аденовирусное, риновирусное. То есть вирусов много. Колоссальная цитомегаловирус. Вирусология самая неизученная наука. Второй субстрат, который у нас вызывает воспаление. Это бактерии. Бактерии. Бактерии десятки, сотни видов. Но все они, скажем так, подчиняются определенным законам жизни. Значит, третий вид воспаления у нас вызывают грибки. Ну и четвертый условно. У нас вызывают паразиты. И простейшие. Вот больше у нас воспаление ничего вызвать не может. Поэтому, если у нас идет где-то какое-то воспаление, а воспаление это боль, припухлость, болезненность, гной, язва, рана. Все, что хотите. Выделение, отхаркивание, выделение из влагалища, выделение еще откуда-то. Любые виды выделения. Это все воспаление. И надо решить принципиальную задачу. Что это такое? Это вирус? Или это бактерия? Или это грибок? Или это паразит? Или это все вместе? То же самое. В любом месте, где бы ни было воспаление, ухо, глаз, нога, рука, влагалище, прямая кишка, кожа. Все. Либо вирусы, либо бактерии, либо грибки. Либо в целом паразиты. Смотрим. Вирусы. Мы не будем конкретно говорить, какие вирусы, что вызывают. Это наука вирусологии. Медицинский институт. Значит, мы скажем, что вирусы все текут приблизительно по одному закону. Они живут не очень долго, одномоментно дают обострение. И, как правило, это заболевания, остро возникающие и сопровождающиеся определенными защитными реакциями. Сюда относятся ОРЗ, ОРВИ. Сюда относятся герпес, обострение. Сюда относятся папиломовирус. Папиломовирус. Это бородавки. Бородавки – это не что-то где-то, чего-то возникло. Они вызывают конкретным папиломовирусом. Если у вашего ребенка бородавки, то у него папиломовирус. Если на шейке матки развиваются кандиломы, то это папиломовирус. Если в гортане что-то свисает, где-то висит. Если образуются старческие бородавки, под мышками еще где-то, это все папиломовирус. Как отличить вирус? Вот эти вирусы сложно как бы отличить, потому что герпес – понятно. Чем отличается вирусная инфекция от бактериальной? Первое. Она выделяет только слизь. И никогда гной. При вирусе никогда нет гноя. Слизистые отделения. Если у вас три дня из носа, выделяется слизистые отделения, и через три дня заканчивается – это вирус. Если у вас три дня из глаза течет что-то белое и выделяется – это вирус. Слизь. Бактерии. Это другое. Бактерий очень много. Это и стафилококк. Это и стрептококк. Это и хламидии. Бактерии, которые живут внутри клетки. Эти живут снаружи, например, в крови. А эти живут внутри клетки. Прямо внутри. Представляете? Внутриклеточный паразит. Ужас. Ужас. Кстати, инфаркт. Американцы при ближайшем рассмотрении определили, как в сосуде жировое тельце. У хламидии желтые жировые остатки цитоплазмы. У самой хламидии. И когда американцы разрезали на каком-то супермикроскопе бляшку атеросклеротическую, это получились живые хламидии. Атеросклероз течет волнообразно. У нас медики давно говорят, почему атеросклероз течет сезонно. То обостряется, то не обостряется. А потому что, если он хламидиозный, то он живет в ритм работы хламидии. И американцы сказали, будьте здоровы, инфаркт заразен, мойте руки. Хламидии определять начали у нас в стране 4-5 лет назад. До этого мы про хламидии ничего не знали. Хламидия определяется методом ПЦР-диагностики. И я бы советовала каждому человеку определить у себя, либо в мазке из матки, либо в соке простаты, все-таки на хламидии раз жизни посеять. Потому что если в 40 лет инфаркт хламидиозный, это очень неприятно. Они лечатся. Просто они лечатся достаточно сложно, но они лечатся. Это может быть уреоплазмы. Уреоплазма это бактерия внутриклеточная, которая объединилась с вирусом. Одна часть у нее вирусная, вторая часть бактериальная. Вот такие есть формы. Тоже микоплазмы. Бактерий очень много. Ой, что вы наконец не говорите. Но зато 4 группы. Вот уже легче. Мы сюда всех можем вот так вертикально писать. При бактериях всегда, всегда образуется гной. Мертвые бактерии, съеденные нашими лейкоцитами, это уже не слизь. Если у вас выделяется слизь из влагалища, ну к примеру, да, то это не бактерии. Это вирусы. Если выделяется гной, ну гной, понятно, что такое гной, да, зеленоватый, там желтовато-зеленоватый, а может быть сильно зеленый. Вот гайморит вирусный не бывает, да? Однозначно не бывает. Потому что при гайморите течет постоянно гной. Зеленый, зеленящий стриптококк, золотистый, желтый, белый, куча всяких бактерий. Но гной это уже говорит о том, что бактерия. Грибок. Грибков, я не знаю, видов очень много. Но у них одно общее свойство. Они выделяются в виде творожистых выделений. Как сыворотка от творога. Если из влагалища идут выделения как сыворотка, белые, творожистые, с крупинками, это уже не гной и не вирус, это уже грибок. Если мокрота у человека белая, то же самое к мокроте относится, да? Если мокрота чисто слизистая, это вирус. Если мокрота гнойная, это бактерия. Если мокрота творожисто-белая, это грибок. Если мокрота творожисто-бело-зеленая, это грибок и гной. Лечение в три противоположные стороны. Грибок направо, это вниз, а это налево. Лечение прямо противоположное. Ни один противогрибковый препарат не действует ни на вирусы, ни на бактерии. Ни один антибиотик не действует ни на грибок, ни на вирусы. Усиливает грибок. Усиливает размножение грибка. Вы принимаете антибиотик, антибиотик, противобиотик, противожизненно убивающий фактор. У вас развивается грибок. Если вы принимаете антибиотик с нестатином, может грибок не развиться. И так далее. Но вы, скажем так, и грибок не вылечите анистатином. Противогрибковой программы нужно. Это уже как бы серьезно. Тут грибок, если бы его можно было вылечить быстро, то его бы ни у кого не было. Вирус лечится годами. Очень трудно лечиться. У вируса имеется такая тенденция уйти в клетку, умереть, а потом в определенной ситуации через год или еще когда-то снова репродуцироваться. Восстановиться как феникс из обломков и активизироваться. У бактерий лучше, они живут постоянно. То заснут, то проснутся, то заснут, то проснутся, но никуда не девается. Хламидия может на год, на два, на три уйти в клетку и там замереть. И только когда иммунитет уснет, она проснется, выйдет и начнет. Паразиты простейшие. Это лямбли и глисты. И те, и те вызывают аллергическое воспаление. Аллергическое. То есть в крови мы видим эзинофилы, а в легких мы видим непонятные увеличения лимфатической ткани. Какие-то лимфоузлы, что-то вообще непонятное. Грибки через лимфатическую систему не очень хорошо выходят. Путь выделения грибков идет в основном через кожу. Вот такой у них путь. Хотя попадают и в лимфатическую систему. Гной идет в зависимости от бактерии, преимущественно через лимфатическую систему и иногда через кожу. Вот, например, белый кожный стриптококк, он так и называется, белый кожный стриптококк. Если на лице, ой, стафилококк, белый кожный стафилококк. Если на лице у человека угри всю жизнь, это значит, что у него в крови стафилококк. И кожа тут вообще ни при чем. Один угарь он замазал, во втором месте у него высыпало. То есть лечить надо не кожу, лечить надо иммунитет, лечить надо сеять, смотреть, какая бактерия, ну какая, белый кожный стафилококк. Можно даже не сеять. И даже уже лечить место, где живет этот белый кожный стафилококк, а он живет в кишечнике, между ворсинок. Попадает в кровь и по кровеносным сосудам подходит к лимфатическим мелким сосудам кожи и выделяется через кожу. Стрептококк идет всегда через миндалины. Стрептококк. Ну, стафилококк может идти через миндалины, через легкие и так далее. Вирусы идут через слизистые. У них свой путь эвакуации. Вирус герпеса идет через губы. Он может идти через глаза. Да? Слизистые. Он может идти через половые пути. Герпес половых путей – это тяжелейшее заболевание. Он может поражать нервное волокно. Называется опоясывающий лишай герпес зоста. То есть у человека возникают пузыри на коже, на области межреберных промежутков. Это вирус. Для того, чтобы определить, что у вас вирус, бактерия и грибок, надо включить логический механизм мышления. Как заболели? Остро, неостро? Что выделялось? Слизь, не слизь? Температуры не бывает. Температура бывает, но не всегда. Температура чаще всего бывает. То есть вирусная инфекция дает температуру. То есть человек сопротивляется. Своя инфекция только при очень сильном распространении дает. На самом деле может давать, может не давать. Если у человека всю жизнь стриптококк в крови, то он ревматик, по сути дела. Ревматизм. Ревматизм. Это заболевание, которое вызывается бета, есть такой гемолитический стриптококк. Больше ревматизм ничем не вызывается. Одним единственным микробом. Если он у вас в организме есть, это значит, что когда у вас иммунитет упадет, упадет, а иммунитет может упасть. Вы перевалили гриппом неправильно, да? Сбили температуру там. Сняли иммунитет. Заблокировали. А стриптококк у вас был в организме. И возникает суставная патология. Или переболели ангиной неправильно. Побежали на кросс или еще куда-нибудь. Получите миокардит и порог сердца. А если ребенок болеет 5-6 раз в год ангинами, то ему порог сердца, в общем-то, светит очень реально. Что такое порог сердца? На клапане возникает пузырь. Условно говоря, поражение, воспаление. И потом этот клапан рубцом затягивается. Вот и все. И створочка, которая должна была сердце, как бы перегородочкой служить между отверстиями, она подтягивается как-то, у кожица. Получается добавочная дырочка какая-нибудь, там, или кровь не поступает. То есть, все это воспалительные заболевания. А микроспория? Микроспория это грибок. Это грибок. И как грибок? Бактерии, вирусы на голове не живут. Бактерии на голове живут только в том случае, если это стриптококовые какие-то раны гнойные. Скажем так, если у вас рана чистая, то там нету бактерий. Если у вас рана с гноем, с налетом, если у вас рана с фибрином, с белыми выделениями, она может быть гнойная. В смысле, с грибковым поражением. Значит, что в этих случаях делается? В медицине в этих случаях делается следующее. При грибках принимаются там дефлюкан, нестатин, леварин и так далее. Всякие противогрибковые препараты. Они все очень токсичные. Значит, и в принципе, это вот такое неблагодарное занятие лечить вот эти грибки. То есть, они тяжело лечатся. С бактериями здесь проще. На каждую бактерию свой антибиотик. Если вы не сеяли, то вы не угадаете. Каждый антибиотик убивается другим, каждая бактерия убивается другим антибиотиком. Вы можете стрелять хоть всеми антибиотиками подряд. До тех пор, как вы не вынесите в эксперименте на чашке Петри, действует ли ваш антибиотик на вашу бактерию, убивает ли он ее на 100%. А что делают? Делают чашку Петри, сажают бактерию и наносят антибиотики. И тут ничего, тут ничего, тут ничего, тут ничего. А вот здесь, вот так сказать, полное уничтожение. И говорят, вот эти 5 не помогают, а этот 100%. И вот этот надо пить. А то, что люди пьют бесконтрольно антибиотики от фонаря, это собственное незнание и незнание того врача, к которому они обращаются. Если ребенок заболел грифом, ОРВИ, ОРЗ и так далее, если у него слизь, если у него температура, если у него в миндальных ничего пока нет, если у него из носа течет, из глаз течет, антибиотик противопоказан. Потому что антибиотик еще хуже угнетает иммунитет. Тем более ампициллин, он ни на что не действует, он действует только на печень разрушающую. Титроциклин снят во всех странах мира. То есть эритромицин запрещен во всех странах мира. Те антибиотики, которые мы применяем, мы получаем поддельные антибиотики, поддельные, которые делаются где-то между Индией и Пакистаном. То есть которые... Ну это сложная проблема. Сейчас в Москве было недавно какое-то судебное дело по подделке антибиотиков. То есть это то, что подделывают чаще всего. Значит, что из наших препаратов? Вот что из наших препаратов? У нас-то с вами какая задача? У нас с вами задача не истребить, допустим, хламидий, потому что это очень сложно, это делается под контролем. У нас с вами задача понять, что мы можем такой человеку предложить и как мы можем понять, что вообще с ним делать. У нас есть препарат, который действует на все четыре вида. Кора муравьинного дерева. Кора муравьинного дерева. Кора муравьинного дерева. Кора муравьинного дерева. Я скажу, не супер сильно. Не антибиотик шестого поколения, да? Но действует. Месяц. У нас были такие случаи. Человек лечит пневмонию корой муравьинного дерева. Рассасываются все угри на лице. И проходит все то, что его беспокоило бактериальное там в ушах где-то еще. В ушах мокнущая экзема это грибок. Значит, у нас есть препараты, которые действуют конкретно на грибки. Это сифри. Сифри на грибок. У нас есть препарат, который действует конкретно на паразитов. Это лист черного ореха. Это чеснок. Это настойка номер 7. Это трава номер 7. У нас есть препарат, который снижает способность вируса к размножению. Это микробедрин. Он снижает способность вируса к размножению. У нас есть препарат, который действует на три вида. Коллоидное серебро. Оно не действует на паразитов. Оно действует на вирусы, на бактерии, на грибки. Коллоидное серебро. У нас есть препарат перец. Красный, кайнайский. Который действует на бактерии. И который, в принципе, действует на грибки. Чеснок умеренно действует на вирусы. И неплохо действует на бактерии. И у нас есть препараты, которые повышают иммунитет. То есть действуют не на конкретные вирусы, бактерии, грибки, да? А повышают иммунную ловушку для них же. Какие это препараты? Техиноцин. Первое. На что она действует? Эхиноцея. На вирусы. Абсолютно точно. Эхиноцея. Конкретное, мощное противовирусное действие за счет иммуностимуляции. Молозива действует на все группы иммунитета. То есть и сюда молозива, и сюда молозива, и сюда молозива. У нас есть не специфические иммуномодуляторы. То есть активин. Там тоже достаточно мощная группа, которая действует на все эти препараты. Какие еще у нас иммуностимуляторы есть? Жир печени и акулы. Жир печени и акулы. Жир печени и акулы это не совсем иммуностимулятор. Он содержит алкилглицеролы. Это, скажем так, вот они обладают иммунной модуляцией против вирусов. Алкилглицеролы. То есть они восстанавливают мембрану печени. А печень уже отлавливает, то есть повышает свой иммунитет. Кстати, печень самая мощная иммунная железа. Это мощная иммунная железа. То есть она обезвреживает токсины, белки, вирусы, грибки, бактерии. То есть через нее же кровь-то проходит, все время фильтруется. То есть жир печени и акулы действуют в противовирусном порядке, как иммуномодулятор и защищает печень. Золото обладает иммуностимулирующим действием, коллоидное. Достаточно хорошее. Снижение иммунитета нерационально. То есть в принципе мы имеем неплохую программу. Для того, чтобы мы могли бороться с противовоспалительными заболеваниями. Значит, если мы возьмем еще одну фракцию, скажем так, наружное применение, что мы не должны забыть? Жир страуса эму. Эму. Он обладает противовоспалительным действием. Мало того, он не ланолин, он всасывается через кожу. Он попадает сразу в суставы. Он попадает во внутрисуставную жидкость. И он хорошо, прекрасно убивает бактерии. Плюс еще стимулирует иммунитет. Серебро. Колоби серебро. Это индивидуально непереносимость жира эму. То есть реакция может возникнуть в принципе всегда, на любой препарат. Нет ни одного человека, который бы мог сказать, у меня никогда ни на что не было аллергии. То есть аллергия может возникнуть в любой момент. Это клеточный ответ. То есть может такое случиться. То есть я бы сказала так. У нас в компании есть все необходимое. Вообще есть препараты в мире и более сильные. И более сильные. Но вот эти препараты мягкие. Эти препараты никому не навредят. От них никому не будет хуже. Если на них возникает аллергия, их просто надо отменять и менять другое. Никогда не возникает аллергия на коллоидное серебро. Никогда. Коллоидное серебро – мощный антибиотик, который сразу попадает в лимфатическую систему.